Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Меня зовут Ведьмак. И мы с вами все еще играем в Lords of the Fallen. Я так понял, игра уже все ближе и ближе к своей финальной стадии. В предыдущей серии мы завалили огромную Годзиллу во дворе крепости, поговорили с магом Ананасом. И он нам выдал задачку вернуться, собственно, обратно в мир Рогаров и убивать там всех оставшихся владык. Ну, помимо этого, мы подхватили два квеста побочных, которые я бы хотел выполнить. Первый квест заключается в том, чтобы убить какую-то тварь, плюющуюся ядом, со слов солдата, который находится где-то сзади крепости. Ну, я устроил небольшую разведку себе и выяснил, что она находится в начальной локации, то есть я сейчас здесь. Это нам нужно вернуться в самое... в то место, где мы сражались с первым боссом. Там сидит новый какой-то уродец. Я не разглядывал его пока в упор, даже не бился с ним ничего, просто посмотрел и, собственно, вышел из игры. Вот, но здесь, в этом секрете, который я открывал, тоже обнаружились какие-то небольшие перемены. Может быть, мне показалось, но, мне кажется, стоит смотреть. Я не стал ничего смотреть, опять же, чтобы вместе с вами этим заняться. Психота! Прыгаешь! Так, вот здесь вот, кажется. Видите, вот эта красная хрень. Я не знаю, что это, но я решил, что стоит уделить этому внимания. Потому что... Потому что этого раньше не было. Ключ в подвал от Стадели. Ага, у меня сразу вопрос, а где дверь-то? Может быть, она была здесь раньше, но я не видел. Может быть, это добавили патчем. Возможно, это открывает эту дверь. Нет. А какой подвал-то тут Стадели? Я что-то вообще без понятия. Я думал, что мы сейчас откроем эту дверь. Ну, видимо, нет. Давайте пройдемся по этому. Заколуку, может быть, еще еще новое увидим. Я тебя помню, ты не очень такой... Геперативный. Так, я, по-моему, все так же подбирал. Мои друзьями, как я обману нашим пониманием, что что-то нужно сделать, я не могу полностью поддерживать этот manifester. Особенно, что point 3, это вопрос. Как бы они намерены, чтобы мы восстановили путь, если они даже не говорили? Как бы мы их использовали для нашей причины? Мы все хотим увидеть Антанас Дон, верно. Но больше крови, в кто-то имя, это не может быть миром. Так, мы все обшарили, в принципе, и ничего нового я не увидел. Ключ от подвала Цитадели. Самое веселое здесь, когда находишь ключ, ты без понятия вообще, от какой двери он. Потому что на дверях надписей-то нет, не додумались еще до этого. Так, ну здесь, как видите, тоже появились новые мобы, новые рогары. Ну как новое? Ключ к сундуку из серверного крыла монастыря. Хер узнает, где он находится. А что ты одной рукой бьешь? Вдруг. Я помню, не просил тебя это делать. Зачистим местность. Заодно посмотрим, может быть, где-то что-то у меня осталось закрытым. Я потому что уже не помню, что я здесь открывал, что здесь не открывал. Мне казалось, что я все открою, что здесь есть. Но, может быть, и нет. Но этот портал я помню, мы у нас заходили. Хотя бы ничего интересного уже нет. Здесь у нас был большой рогар. Тут стоит щитовик. Чуть попозже мы к тебе спустимся, родной. Не беспокойся. Так. Ну, еще прошвырнемся по местности. Посмотрим, что кого. И тогда уже пойдем бить местного босса. Не босса, не знаю кто. Так, я слышу таинственный звук. Так, ну это я, конечно же, глупо сделал. Абсолютно. Нихера там толпа на меня уже налетает. Ты посмотри, тварь какая. Ну, либо я убью здесь всех, либо меня убьют здесь всех. Нихера не вижу. Ты умрешь уже! Ладно. Мим мне очень сильно помогает в последнее время. Прям не нарадуюсь. Потому что с ним я могу сейчас наносить очень много дамаги. Раньше я не мог, потому что меня постоянно или сбивали с ног, или убивали просто ваншотали. Сейчас я могу держать удары. И при этом наносить чудовищный, надо сказать, урон. Так, где-то здесь секрет. Это довольно странно. Ощущение, что он на эту дверь показывает. Но она уже открыта. Зачем на нее показывать по-новой? Вот эта штука, я не думаю, что сломается. Ну, давайте попробуем. Попытка, не пытка. Только бочки разворотил. И все. Так, тут еще парень внизу. Что там хочет? Я сейчас безбожно трачу хп. Потому что, ну, у меня довольно много сейчас. И меня не так сильно уже бьют за счет брони. Поэтому я могу себе позволить несколько расслабиться. Благо, у меня иисусов тоже полно. Ну, это может, конечно, в дальнейшем привести к нехорошим последствиям. Ну, как знать. В общем, нихера нового я здесь не обнаружил. Давайте попробуем уничтожить босса. Не босс, я не знаю. Или мук просто злой какой-то. Не говорится, в общем. Так, я туда пришел. Либо... Нет, я не туда пришел. Это секретное место. Так, включат подвал от цитадели. Ключ от сундука в Северном крыле монастыря. Вот здесь, да? Но я сундук здесь не вижу нигде. Я не могу уже открыть когда-нибудь. Как-то там при помощи луны, например. Вообще не помню, чтобы здесь был закрытый сундук. Я, конечно, слепой. Потому что реальная игра в таких местах очень темная. И свет, который падает, он очень сильно засвечивает. Как будто создаёт такую, знаете, световую пелену-пелен глазами. И ты нихера не видишь. Тем временем, что вроде как светло. Типа вот такой вот белесой штуки. Я из-за этого довольно плохо всё вижу. Так, ну что, сундук, сундук. Кровать только стоит. Ну и вот этот звук. Так, отсюда мы пришли в начале игры. А это что за место? Это что за закуток? Это какой-то никчёмный закуток. Окей. Похоже, ничего мы здесь не найдём. Да нет, там амолит явно реагирует на вот эту дверь. Там громче всего здесь. Хотя, как знать, может быть, он на вот эти вот гробы реагирует, а я не знаю, как их открывать. Ладно. Не поддаётся, так не поддаётся. Ничего сделать не могу всё равно. А, подожди. Опа. Блин, амолит, ты был прав, а я нет. Даже такое здесь бывает. Я прям не рассчитывал. Здесь мало мест, где можно именно перепрыгивать с какого-то бортика. А, блин, что-то этот перекат, который он делает после прыжка, он всё портит всегда. В Dark Souls 2 можно было этого избежать, когда ты во время падения нажимал на удар. Здесь-то нет ударов в падении. Здравствуйте. А что у вас тут? Осколок осоединений с призывом. Кстати, никогда я их не использовал в игре. Даже я несколько растерял все свои души, но меня это не так сильно расстроило, если честно. Осколок героя в сюжетном предмете. Что? Какой осколок героя? Тихо. Где он вообще? У него включен, да? Татуировка на человеческой коже. Этот сима принадлежит с бунтоваш... А, это мы отдадим, значит, капитану. И скажем, что убили вот этих вот дезертиров. На самом деле не убьём их. Потому что я злой. Я на самом деле не злой, я просто... Мне он не нравится, этот капитан. Так, ключ подвал из стадели. Ключ к погребу получен от одного из монахов. Но он нигде не работает. Ключ к шундуку из серого холома острия. Сундука нет. Осколок героев. Чтобы чем бы ни был этот предмет, его можно использовать по-разному. Один из них связан с старой легендой. На котором три статуи героев, которые воздвигли, не просто памятники, а один из как-то... О, как. Другой же способ очевиден? Очевиден? Нет, не очевиден. Окей. Надо, наверное, собрать три осколка героя, получается. Не? Так, вот зал инициации. Здесь, видите, какая-то тварь сидит. Здоровенная. Она меня, кстати, может сейчас завалить. И все, что мы сделали, я... потеряю. Да, хп у него прилично. Но что-то он там очень медленно ходит. Я не хочу к нему подходить. Он явно вблизи умеет какие-то нехорошие вещи. И прыгает, прыгнуть сюда. Получи! Хорошо, мой призрак дамажит стал. Ну ты и зверюда. Это успокойся. Азад. А вот теперь яд пошел. Ну, не страшно, на самом деле. Просто надо немножко осторожно, чтобы самому себе подлянку не устроить. До свидания. Да, он взорвался, как я и думал. Уравнитель. Доспехи. Еще же они уравнивают. Неверяно, что? Природа стремится к балансу. Сильно и туповато, а умная и слабая. Против природы идти бесполезно. Так что, если хочешь, что ты мне, то лучше возьмите книгу, а не блестящую железя. Наверное, эта штука как-то уравнивает все наши параметры. Ну. Нихера не понял. Так, у меня без него... А, он повышает силу, уменьшает веру. Понял. Ну, если вдруг кому-то надо, это... То есть, для персонажей-силовиков это, по-моему, мастхэв. Ну, не то, что мастхэв, но полезная штука будет. Потому что им вера не особо нужна, если магией не пользоваться. А силу повышает. Например, если мне хватает там пару очков для того, чтобы какое-то оружие использовать, то может пригодиться. Так, ну что, с этим мы справились? С этим мы справились. Это было не сложно, на самом деле. Чё потел-то? Так, а это какой-то мощнее. Врагов стало в Цитадели больше. Помимо тех, которые были изначально, сюда добавились ребята посильнее. И вот так вот стало насыщеннее по врагам. Это подозрительная решётка. Мне всё кажется, что через неё можно как-то выйти. Так, ну давайте ещё раз сюда заглянем. На всякий случай. А заперто всё равно. То ли я чуть не понимаю, то ли я. Где? Не знаю. Я теоретически могу его убить, наверное. Расстреляв из предчатки. Ну и то не факт. Так, свитерклайп появился. Может быть, мы можем использовать Рогар, чтобы победить против Антанаса. Если мы их уйдем, Антанас будет вверх. И мы сможем построить на Ашах. Мы только нужны человека, который мог бы подправить дорогу для Рогара. И они бы сделают дуракое для нас. Нехилые такие секреты открываются. То есть, это не ананас виноват в том, что Рогары попали в этот мир, а какие-то его противники. Не знаю, конечно, права они или нет, но они сделали все еще хуже. Блин. Хренов знает, какая дурацкая, дверь не открывается. Зачем мне ключ от погреба, если я уже в погребе? Понять не могу. От какого сундука ключ? Нихера непонятно вообще. Ну ладно. Раз не дается секрет, ну не дается. Кстати, мне только что уже преподали урок, что нужно смотреть еще и наверх. Когда ищешь секреты. Может быть... Да нет, перепрыгнуть точно никак не получится. Прыгать некуда. сломать эту стену. Ну, давайте попробуем. Что еще может придумать? Я не знаю. Кнопка эта перестала активироваться. Это меня мучает, понимаете? что я не додумался как что-то здесь сделать. Хорошо. Я вышел из цитадели, не нашел я никакого способа открыть все-таки. Эту дверь ничего больше не нашел. Я подозреваю, что ключ к сундуку, который находится как раз за этой дверью, потому что там стоит золотой сундук. и пока мы не откроем эту дверь, соответственно, мы ничего сделать не сможем. судьба, Так, второй крест, который у нас остался для выполнения, это крест, связанный с дядькой, которым мы освободили его лабораторию. Я его нашел, в общем-то, тоже между сериями, но пока с ним разговаривать не стоп. Он находится в одной из этих башен, значит, я еще помню в какой, в противоположной. Здравствуйте. И вы, здравствуйте. Давно не виделись. И вот здесь, короче, валяются в трупике и стоит этот дедушка. Здравствуйте, дедушка. Где мы взяли? Да не проблема вообще. Че тебе надо? Нет. Как? Мне нужно больше фрешных Роганов, чтобы, я думаю, что мне нужно... Брай мне несколько Роганов. У меня есть, по-моему. Сколько тебе надо? Крест, четыре. Так. Смотрим, что удалось найти. Спасибо. По-моему, у меня были сердца тиранов. Да. И Теннис верит, что черный может быть от человечества. Но те, которые он обрабатывал, они... они не являются полностью человеческими. Вот как, да? Что ты recherchал? Все эти непрерывные люди инфестированы от демонов. Я хочу им помочь. Есть способ, чтобы им помочь. Понял тебя. четыре сердца тебе надо. У меня, по-моему, только три завалялось. Где они как-то находятся? деталь с планетария. Зачем он нужен? У меня есть четыре сердца. Чувак. Тебе повезло. Или мне повезло? Держи. Да, это perfect. Wait a moment. Теперь, мощная мощная вещь. Дай это попробую. Это гораздо мощнее сейчас. Дай мне more hearts and I'll see what else I can do. мы фляги сэсэсэсэм улучшили. Окей. Я только рад. А тебе больше ничего не надо? Понятно. Ну, то есть, такие вот небольшие микро-квейстики, где можно сдавать определенные предметы неписям и получать за это какие-то улучшения. Это прикольно. анимация бэкстэба мне, честно говоря, вообще ни к чему. Она только временную обратит. Потому что я быстрее его убью с двух ударов, чем он будет там размахиваться полчаса. там мы теперь пойдем-то. Ну, в общем-то, оба квеста, которые взяли, мы выполнили. Попробую вернуться в цитадель, загнать кому-нибудь деталь от планетария и вот эту кожу. Глядишь, получится. Площадь судей. Ну-ка, давайте попробуем с судьям подойти. Так. Это у нас здесь следует использовать сколок героев. Но я могу выбрать кому, да? Это воин. А это у нас церковник. Что мне важнее? Ну, ловкость я вообще в нижем смысла качать, потому что она мне не помогает. Поэтому давайте вот эту используем. Вы доказали свою прежность в тропе клириков, установив... И это то, о чем я думаю? Нет. Я думал, нам сбросить очки показателей и заклинаний. А надо ли мне? Сбросать очки показателей и заклинаний. А почему-то клериков, например, я чуть не пойму. Какая разница, кому из них молиться? Ловкость. Лечит урон на 7 быстро. Ничего не могу увеличивать запасы. На самом деле, поскольку ловкость я вообще не использую. Имеет смысл, наверное, ее сбросить? Дропнуть тупо. А интересно, это одноразовая фича? Или как? Так. Допустим. Надо веру качать. Было 22. Вынос можно с 20 качнуть. Остальное можно в живучести этому воткнуть. Вот так вот. А, подожди, ловкость. Удача 0 вообще сбросилась. Давайте ее почнем. Пусть будет. Так. Теперь. Вон у меня единица. А, я ничего не подтвердил. Вот. Вот. 6. как-то так. качать. Ну, качать. Я думал, что если я поднесу осколок той статуи, которая не относится к моему изначально выбранному классу, я смогу смогу использовать заклинания другого класса, но нет. Так, по снаряжению вопрос. Нет, доспехи не требуют какого-либо параметра для того, чтобы их носить. Поэтому мне от ловкости вообще абсолютно никакого толку. сортировка урона. Выше только топор и молоток, которым я не пользуюсь. И они скалируются на способ от веры. Ну, в общем-то, все. Давайте проверим только, можно ли еще раз все, понял, нельзя. То есть, повторно мы сбросить свои статы не сможем. может быть, только три раза за игру. Окей. Что теперь делать-то вообще в игре? С тобой я говорил насчет твари. есть такая стыд. Стыд! Ты не можешь быть хорошим, но ты очень полезен. Что ты мне дал? 7,5 тысяч оптим. Это полезно, конечно. Погоди! А, то есть, можно было так? Я зря всю крепость по кругу оббегался. Класс вообще. Ладно, я чуть не думал, что это одно и то же здание. видимо, у меня как-то мой географический кретинизм проявился. Так, портал рядом. Я не помню, я заходил в него, не заходил. капитан. Я же тебе принес, Недостаточно, нужно еще вторую отрывать. Ладно, не работает. Тогда давайте сгоняем наверх. пробуем как-нибудь на тему планетария что-то замутить. Проверим окрестности, может быть, где-то, где-то, неписи появились, потому что в игре так часто бывает. в общем-то. Сундук заперт. Понял у вас. Ничего не открывается, все закрыто, все очень плохо. Я тебе принес кусок планетария и чай. самостоятельно. Так, значит, не помогло то, что мы принесли деталь планетария, он ничего нам сказать по этому поводу не хочет. Точно, не хочешь? О! Новый диалог, надо чаще обращаться к небесе. А с чем она мне? Так, 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 будущее, это интересно. Зашевелился агрегат. Он все полностью подчинился интересно или временно только. Ну, в смысле, не до конца. Я имел ввиду. Агрегат. Агрегат. Не положи огни в арене борься огонь с огонь когда против львов дьявола. Не туши огни, они давно потушены уже. Я же убил лазучика и они потукли. Что? Я могу сделать. Заново они не загорятся. ну, это была, конечно, интересная информация. Думаю, в дальнейшем как-то пригодится. Борис с молнией с молнией. О! Видимо, от этих сундуков все-таки ключи поднял, да? Упорство, нагрудник легкий. а этот упорство. Так, давайте посмотрим. Он лучше моего, только тяжелее. Ну, давайте наденем и увидим, хватит ли мне. а эти хуже. Стойкость выше. А, сколько выше. Так, стойкость 2, стойкость 4. Понял. Ну, не будем пока надевать перчатки, упорство, вес, пойдет. Такой вот комплект из полудоспеха будет у нас. Половина того, половина этого. Так, а подожди, если я эти смог открыть, не смогу ли я открыть другие? Я, может быть, не заметил, мне ключ дали награду. Я мог запросто пропустить надпись. Нет, этот заперт. Ладно, будем довольствоваться тем, что дают. Это уже неплохо. Оружие, правда, я так понял, до конца игры я не сменю, но, в принципе, чего удивляться. Спасибо, что я забыла меня из этого села вместо этого патхетического лимба. Что лежишь? В Dark Souls 2 я практически как получил у Чигатану, так с ней и проходил до конца игры. и новую игру плюс тоже. Как раз такой случай, когда удобство в использовании какого-либо оружия, оно, скажем так, лучше, чем менять постоянно на новое. Я просто несколько воспринимаю эту игру более RPG-шечным, чем раньше. чем раньше. Я что-то задумался сам своим мыслям и не сукает херни. Хочу вас понимаю, более RPG-шечным, Dark Souls, и мне кажется, что постоянно надо с увеличением уровня менять экипировку своего. А это на самом деле не так. 30 тысяч опыта потратить или копить? Здрасте. Я думал, уже всех убил. Ах да, я же переходил. Блин, нарвусь. Двойной множитель у меня уже опыта. За счет того, что 30 тысяч собака так. Ну мы снахер. По десятому разу убивать вас тут. Ничего веселого не ощущаем. Ой, я в самом деле потерян сейчас не знаю, куда пойти. Здесь мне вроде как надо вернуться. А у тебя нет больше заданий. Thanks again for your help. Нету. С тобой не поговорить. Там я был. Здрасте. Я на самом деле забыл, где я взял эту кожу с татуировкой. поэтому мне надо найти по идее вторую и третью кажется, чтобы представить это дело так, как будто я убил дезертиров. где я взял первую я уже забыл посмотреть свое видео. Я думал одного пуска будет достаточно, но нет. Недовязчивый капитал он хочет три. Так, что я бегаю кругами, не знаете? отлично, да. Мне здесь делать нечего, потому что я уже всех убил. Застрял бедняжка. Короче, раз мысли по поводу того, куда идти нет, значит, пойдем по главному пусту. кувыркаюсь я по-прежнему нормально, поэтому все хорошо в плане веса, потому что новая броня там чуть потяжелее, чем старая. Кстати, подожди, у меня же там получается было место, где портал открыл. ну это, видимо, все, я понял, что это за место. Это старый портал. Мы дойдем на кладбище. Ага. Так, я пришел на кладбище, и вот этот портал, который раньше не открывался, теперь открыт. Давайте пойдем в него, потому что это интересно. Так, опять за светлячком бегать. Ох, ни хера, а что он умер? От светлячка, что ли? Офигеть. Ой-ой-ой, это дерьмо наступил. Зеленые такие пятна. А, он, видимо, умер, потому что как раз-таки наступил на светлячку, на дерьмо. Да блин, ты подожди. Мне нельзя наступать. Это плиты зеленые, они отравлены. Мне нужно их избегать. Хорошо. Я вас понял. Меня потихоньку дамажит, потому что я не успеваю за светляком. Он специально двигается быстро, чтобы водить меня по отраве. Ладно. Но отрава, кстати, бьет меньше, чем тьма. Поэтому все херня. Я думаю, нужно с ним до самого конца бегать, Так, там кто-то сейчас меня убивать будет. Подождите, ребят, подождите. Так, ты меня ждешь, светляк, хорошо. Кстати, я обнаружил, что вот эти вот ребята быстрые, которым мы сейчас бьемся, они умеют делать репосты. Так, где светляк? Я сваливаю, ребят, иначе меня здесь убьет просто. Они у меня делать репосты и контрудар, как в Dark Souls. То есть отбивать щитом твой удар и, соответственно, тебя унижать. И тут я отбомбал, лол. И все? Все, что здесь было? Это даже как-то не смешно. А тут тьма меня теперь лупит. Что делать? Как же мне выйти? Возьмешь ты не... Я не очень боюсь с этим. мое. Ну, что делать-то? Подожди, вон там что-то светится или, мне кажется? пробуем добежать. Это выход. Ну, не знаю. Не знаю. По-моему, оно того не стоило вообще. Исследовать, пограбить и выжить. Ну, я исследовал, пограбил и выжил. не могу сказать, что очень сильно пограбил. Чуть я ничего не понял в этом портале. Может быть, еще раз зайти? Хер его знает. Может, что-то пропустил? Ну, один осколок и защита от ядра это несерьезно, по-моему, вообще. И опять вот эта вот глюковая система христа. А, нет, смотри-ка зачеркнуто. А если я еще раз зайду? Упу, для теста. Окей. Дважды я прошел эту хрень. Я во второй раз показывать вам не буду, потому что там ничего, ничего не отличалось. И, в общем-то, мне выдали тот же самый асколок в защите от яда. Может быть, я, конечно, что-то делал в этом портале неправильно. Ну, пес с ним. народились новые, но это ожидаемо. И тут стоит новый. Хороший, что я могу сказать. Но мне было сказано не тушить эти же ровни. Так, ты. Я знаю, что твое сердце там лежит, поэтому ты пока подождешь, а я за ним сгоняю. Спасибо. Всегда хотел взять сердце. Даже не знаю, что против себя поюзать. Да я же вернулся, нет? На и вон. Не так сильно. Ты бьешь тебя. Маленький ключик от западной прихожины. Так, но я, в принципе, знаю, что он открыл. е-мое. Ох, только не ты. Ты вообще не очень. уйди. Уйди. вот, блин. Ладно. Он уже не так страшен, как раньше был. он. Че-то я не понял, почему я должен его опасаться. Ну ладно, пойдем за ней сходим. Почему бы и нет. Так, а что у меня там по опыту? 39 тысяч потратить, не потратить, как думаете? Да не, мне и так норм. А если что, я поюзаю осколок и верну себе все свои души. Так что вот это все. Не так уж страшно. А где песик? Так, как раз ключик, который нам выдали. Опять Глев. Ну ладно. Так. Значит нам нужно вернуться к порталу. А как обойти-то это все? Ну вообще-то я помню, что здесь как-то можно все миновать. И обойти. Если бы я помню, через какие двери идти надо. Заперто все. Ну, мне интересно, что она хочет сказать просто. Почему бы и нет. А я с тебя убил, уже отвалится. Посмотри, какой, а. Улетай. Покажи, на что способен. Это все? Способен? Она тебя убью. А, множитель-то больше двух, получается, не делается. Обратите внимание, что я получаю-получаю опыт, а множитель не растет. Ой, опять ты! Нихера ты, дикарь. Ты бесишь. А я все равно от этого говно увернуться не могу. Что такое-то? Гениально, да? Мим не бьет. Он должен бить вместе со мной, он не бьет. Ну, лол просто. На плечи мне повис такой, и все, и хера не делает. Ой, игра, ты вообще не очень. Она такая сырая, просто нереально на самом деле. Ее нужно было выпустить через полгода где-то. Это все баги. Бля, хамуха, ну ты не очень такой, тоже. Ну, кастуй! Ну, иди, вот это все. Бля, ты взялся вообще? Что ты будешь делать? Ох, ладно. Не так все страшно, но, конечно, раздражает знатно. И че, а куда этот придурок убежал? Ключик от западной прихожей. Сюжетный предмет так. Я же все уже открыл там. Зачем мне ключ? У меня их не два случая, сейчас? Нет. Почему может быть этот ключ? Я, по-моему, к чему на нем написано, как бы, но... Тут дверен там открывает. До умри ты уже. Наверное, вынос еще прокачать, потому что маловато ударов удается наносить. Нужно быть более подвижным. Болевый наслево. Так, ну тут вроде ничего больше интересного. Так, надпись прочитать мы прежнему не умеем. Тут я... Не получается. Хотел перекатом. Вот и получилось. Здравствуйте. Ну я с тобой не пойду. Так. Мовая штучка. Монтанас. Есть должен быть вога-лорд, который держит мощь огня в его арсенале. Он использует двумя барбаристых звездами, с такими силами, что должен быть элементарная мощь, поддерживая ему. Он, наверное, будет гораздо меньше опасность без него. Но нам было сказано, что тушить нельзя жаровне. Мне кажется, он еще сильнее станет с жаровными, с потушенными. Не все же так просто, да? Дается в жизни. Ну, в общем, игра снова крашнулась. Надо сказать, по стоке я поставил обработку физики на процессор. Она, конечно, стала крашиться заметно реже, но, тем не менее, это по-прежнему очень раздражает, на самом деле. Потому что весь путь, который я там проделал, всех монстров, которые я там почистил, нужно убивать по новой. Вон та тварь, например, летает, никуда не делась. Короче, на этом я завершаю серию. В следующую уже пойдем делать всякие вещи интересные. Наверное, убьем вот этого босса, убьем другого босса. Я думаю, обоих, которые остались здесь, мы убьем. А там видно будет. Ну, на этом пока все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите еще. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok